В сентябре этого года в Национальной библиотеке Республики Бурятия открылся 20-й книжный салон. Одной из первых в рамках проекта «Театральная беседка» была представлена книга Людмила Максакова «Мое горькое, горькое счастье», изданная Государственным академическим театром имени Евгения Вахтангова совместно с издательством «Театрались». Презентация книги прошла в январе этого года в Вахтанговском театре. Именно тогда автор проекта «Театральная беседка» Наталья Стефани загорелась идеей представить ее Улан-Уденцем, ведь книга действительно заслуживает того, что по ней рассказывали. Но обо всем по порядку. Это программа «Культурная виза». Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok «Что с тобой?» «Мне скучно». «Поговорим о старине!» «О чем же, Таня? Я бывала, хранила, памяти немало, старинных были, не были лиц, про злых духов и про девиц. А нынче все мне темно, Таня, что знала, все забыла». Дорогие мои, я приветствую вас в нашей театральной беседке. Это проект Национальной библиотеки Республики Бурятия, который был создан в апреле 2014 года специально для людей, любящих театр, с тем, что мы говорили о книгах, которые выходят о театре и обсуждали спектакли, которые появляются в нашем городе. Издание поражает своим форматом, оформлением и качеством полиграфии. Многочисленные фотографии надолго задерживают внимание читателя. Здесь представлены театральные экскизы, фотографии из фондов музея театра Вахтангова и личного архива актрисы. «Хочу сказать, что это не первая презентация книг Вахтанговского театра, которые они издают вместе с издательством «Театр Алис». На прошлом книжном салоне в сентябре 2014 года мы уже представляли две книги Вахтанговского театра и издательство «Театр Алис». Это «В саду Римаса Туминоса» автор Гражина Байкштити и книга «Вахтанговские легенды» Галины Львовны Коноваловой. В этом году мы выбрали книгу Людмила Максакова «Мое горькое, горькое счастье» прежде всего потому, что 26 сентября народные артистки России, лауреату государственной премии России, можно так сказать, ведущей актрисе Вахтанговского театра уже в течение многих лет Людмиле Васильевне Максаковой исполняется 75 лет. Книгу предваряет статья замечательного, известного нашего театроведа Инны Соловьевой, которую я видела в записи, она присутствовала на презентации этой книги, и она вот как раз очень хорошо здесь предисловие говорит. «Все это написано легко, память ведет руку, само собой к месту и ярко ложится слово. Так должны бы уметь писать все, но кто же так сейчас умеет? Это утрачено, а если еще встречаешь, то удивляешься. Написано живо, видно, слышно, ощутимо на ощупь, уловим вкус и запах, оговоримся. Все встает перед глазами, если умеешь читать». На страницах книги Людмила Максакова рассказала о своей театральной жизни, съемках в кино, встречах с выдающимися людьми, которые окружали ее с детства, о родном доме и собственном взрослении. Отдельная часть посвящена маме, великой певице Большого театра Марии Петровне Максаковой. «У любви, как у пташки, крылья, ее нельзя никак поймать. Честны были бы все усилия, и крыльев ей нам не связать. Но запрасно мольбы и слезы, и красноречит помный вид, безответная на угрозы, куда ей вздумалось лететь». «Мама была самородок, поэтому она все ко всему пришла самостоятельно. И у нее было такое впечатление, что и все остальные люди должны найти себя тоже самостоятельно». Подарком к 75-летию актрисы и данью уважения ее матери стало выступление Ольги Жигмитовой, заслуженной артистки Бурятии. Она исполнила арию Любажи из оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». «У любви, как у тебя, ты верно полюбил, сердце в другое, оставь ее, она тебя не любит». Людмила Максакова – дочь великой оперной певицы Марии Петровны Максаковой, народная артистка Российской Федерации. Получив музыкальное образование и обладая прекрасным голосом, выбрала не оперную сцену, а поступила в Щукинское театральное училище и стала драматической актрисой. Одна из первых ее ролей в театре Вахтангова – татарская княжна Адельма в «Принцессе Турандот» Карла Гоцце. Благодаря этой работе молодой Максаковой о ней заговорила вся театральная Москва. Потом были самые разнообразные роли в театральных спектаклях и кинофильмах, и острохарактерные, и героические, и лирические. Еще одна грань таланта Максаковой – проникновенное и глубоко осмысленное исполнение стихов русских поэтов. Стихи Анны Ахматовой в исполнении актрисы – это настоящий моноспектакль. Людмила Максакова занималась в музыкальной школе по классу виолончели, но ее судьбу решил случай. Однажды по телевизору она увидела отрывок из некой пьесы на французском языке, которым хорошо владела сама. Ее настолько поразила игра актеров, что больше она не раздумывала, какой профессии посвятить себя будущим. Я включила телевизор и увидела совершенно необыкновенную картину. То есть тут все совпало, и мои эти вот романтические настроения, и французский язык, и все что угодно. И я увидела вот эту тоже сказочную картину. Там какой-то необыкновенный человек в бархатном конзоле, какой-то красоты неописуемый, по-французски, с какой-то женщиной. Перед ним валялась на полу вся батлатая, а он кричал «Сэгун, Марион!». Ну, что такое? Это мне снится, нет, правда. Я подумала, боже мой, а где же это такое? И оказывается, что Москва не кончается вот переулком, этими двумя переулками. А что можно пройти дальше? Там будет Арбат. Что по этому Арбату можно добраться, значит, до Арбата 26, повернуть за угол, и там будет это Щикинское училище. Ну, я совершенно заболела. Все, я поняла, там, значит, выучила, что надо делать, выучить басню, проза, стихотворение. Ну, я пришла, консультация, и Мария Христа Нововикова, Зунара Домысленского, вот она меня прослушала и сказала, вы знаете, девочка, мне кажется, у вас нет голоса. Я думаю, я-то пела в хоре марш энтузиастов, у меня нет голоса. Как это может быть? Думаю, да, конечно, возьму такое темпераментное. Я, значит, выучила Лермонтову цире. И в аудитории, значит, надо было читать, ну, сидел педагог, перед ним стол, и, значит, входили студенты. Вот я вошла, и думаю, ну, сейчас я должна поразить воображение, надо что-то делать. Собрала все свое, значит, это самое божество, и думаю, я должна показать и голос. И она сказала, и темперамент у вас, по-моему, нет. Я не знала, что такое темперамент, но думаю, ну, чего-то у меня нету. Значит, надо показать. И, ну, что вы будете читать? Я говорю, Лермонтов в цире бой с Барсом. Он говорит, ну, читайте. Я, значит, думаю, должна я себя показать. Значит, начинаю. Да, была окружена поляна, а вдруг по ней мелькнула тихи, и двух огней мелькнули искры, и потом какой-то зверий одним прыжком, и счастье выскочил и лег. Играя навзничь на песок, то был пустыней дикой гость, могучий барс, с рукость он грыз и весело визжал, то взор кровавый устремлял на полный месяц наек. Шерсть отнимала серебром. Я ждал, схватив рогатый сук, минуту битвы, сердце вдруг зажглось жаждой борьбы и крови. Да, рука судьбы! Чувствую, тревог побелел. Ть-ть-ть, ть-ть, вы хорошо, если ты еще подал. Меня вела другим путем, я даже, 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 меня из последних удальцов. Я ждал, и вот врага почуял он, и бой протяжный, жалобный, как стон, и стал он лапой рыть в песок, стал на дыбы, потом прилег, и первый бешеный скачок мне страшный, и белью грозил, но я его предупредил. Удар мой зерен был и спор, о, надежный сук мой, как топор! Я грохнула, короче говоря, этим самым пулаком по столу, бедный Анатолий Иванович поскорил, сказал, хватит, 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 хватит. Говорит, все чудесно, когда вы будете читать, он говорит, я закрыл, потом мне, говорит, закрыл, потому что я с осмеха упал. Потому что это было такое страшное чтение, я понял, что вы хотите меня или напугать, или убить, одно и одно. Вот, и он мне, говорит, сразу на третий тур идите, читайте, только, говорит, близко к комиссии не подходите, потому что он боялся, что я их прибью. Так что поступление для меня было совершенно легким, даже незаметным, я бы сказала, на этюдах только были какие-то сложности. И вот я, в общем, поступила в это театральное училище. Пошла домой и сказала, что я поступила. Куда? Я говорю, в Щукинское училище. Как? Что? Я говорю, в присядре Вахтангова. А, мама стала советоваться. Как? Что? Чего? Кто? Там теперь, значит, начались разговоры. А, что, Людмилочка поступила? Да. Кому? Куда? Она говорит, не знаю, кому ты поступила? Я говорю, не знаю, такой, с черными глазами, с носом, с длинным, да. Она говорит, кто же, кому же ты поступила? А, как она говорит? А, с огромными черными глазами, с носом. Так это же Женя Вахтангов. Она говорит, да ну, Господь с вами, Мартин, Вахтангу давно умер. А, да, ну, значит, к Рубену. Какой Рубен был Николаевич в театре? А, кто же, кто же? В общем, выяснилось, что это было. В сентябре 2014-го театр Вахтангова прибыл к Бурятию в рамках второго международного фестиваля национальных театров Алтан-ЦРГ. В течение недели именитые вахтанговцы сразу на двух театральных площадках города представили зрителям свои лучшие спектакли, среди которых лауреат многочисленных премий Евгений Онегин, хореографический спектакль Анна Каренина и нашумевшая постановка дяди Ваня. Я талантный, умел, смел, не смешу нормально, и с дня могу выйти. Шопенгауэр. Достоевский. Я заработавался. Я с ума сошь, матушка. Дядя Ваня – спектакль глубоко философский. Герои ищут себя, свое место в жизни. Все на полутонах. По словам Римаса Туменеса, Чехов всегда современен. Его, дядя Ваня – это фантастический реализм. Боль одна и та же. Любовь не изменилась. Значит, ты только будь бдительным к человеку. Бдительным к человеку. Его жажду, его желание пойми, его боль. И будет это абсолютно актуально, но без актуализации. Мысль приближающейся беды. Подвешенность. Беда подвешена. Вот она не дает спокойствия, ее надо угадать. Либо оттолкнуть эту беду, но не убежать от нее. Либо уничтожить ее, либо ее оттолкнуть, чтобы она к нам не приставала. Как пояснила Наталья Стефани, каждый читает спектакль по-своему. Но для нее он в первую очередь об отношениях сына Сергея Маковецкого и матери Людмилы Максаковой. Но не просто сына и матери, а народа и отечества. Дядя Ваню народ не любит. Собственная мать. Та земля, где он родился. Не обязательно Россия, Литва или Франция. Любая земля. Оторгающая своего ребенка. В угоду моде, тенденциям, убеждениям или идеологии. Стоит вспомнить, с какой брезгливостью отталкивает Елена Андреевна неловкую, некрасивую в своем отчаянии любовь дяди Вани, ничего не остается. Как жить виноватым и всем обязанным. Много трудиться и всех прощать. И победить. Обязательно победить. В своем суверении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он болен совершенно. Ревматизм, еще что-то. А он здоровекренник. Вчера вечером он хандрил, жаловался на боли в ногах. А сегодня ничего. А я сломя голову скакал 39. Ну да ничего. Не впервой. Зато останусь у вас до завтра. И по крайней мере высплюсь. Куантум сатис. И прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы небось не обедали? Нет, не обедал. Так вы, кстати, и пообедаете. Мы теперь обедаем в седьмом часу. Да, холодный чай. В самоваре значительно повиделась температура. Ничего, ничего, Иван Иванович. Мы холодный выпьем. Виноват не Иван Иванович, а Илья Ильич. Илья Ильич Терегенс. Или как некоторые зовут меня по причине моего любого лица. Вафля. Я когда-то крестил Сонечку. И его превосходительство. Ваш супруг знает меня очень хорошо. Я теперь у вас живу в этом имении. Если двое не заметить, я каждый день с вами обедаюсь. Илья Ильич, раз по мостике. Правая рука. Что с вами, бабушка? А, забыла. Забыла сказать Александру. А, потеряла память. Сегодня получила письмо из Харькова. Вот, Павел Алексеевич. Прислал свою новую браширу. Интересно. Интересно? Как-то странно. Опровергает то, что семь лет тому назад сам же защищал. Ужасно. Ничего нет ужасного. Петь, маман, чай. Но я хочу говорить. Но мы уже 50 лет говорим и говорим. И читаем брасюры. Право уж и кончить. А тебе почему-то неприятно слушать, когда я говорю. Прости меня за онлазу последний год. Ты так переменился. И я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных убеждений. Светлой личностью. Да. 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 Я был светлой личностью. Да. От которой никому не было светло. Нет. Я был светлой личностью. Нельзя состричь и давить. И теперь мне 47 лет. До прошлого года я так же, как и вы, нарочно старался оттуманить свои глаза вашей этой сколастикой, чтобы не видеть настоящей жизни и думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы мы знали, я ночью не сплю с досадой, от злости что-то глупо проворонил время. Когда мог бы иметь всё, чем теперь отказывает мне моя старость. Это память. Скучно. Ты точно в чём-то обвиняешь свои прежние убеждения. Виноваты не они. А ты сам забывал? Забывал, что убеждения и сами по себе ничто. Вот мёртвая буква. Надо было дело делать. Дело. Да. Не всякий способен быть пишущим перед эту мобили. Как ваш герпрофессор. Что? Что ты хочешь этим сказать? Старышка, кедевать! Я молчу. Молчу и извиняюсь. Фрагменты из документального сериала «Уроки мастерства», показывающего накануне к юбилею народной артистки, добавили презентацию ещё большую эмоциональность и элемент присутствия актрисы в театральной беседке. Я молчу. Я пускаю, я пускаю, я пускаю, я пускаю, это ты, надо любить общество, вот я даю мой сердце к моему публику, это вы, это вы, это вы, и для всех, и я вести мою голову. Я вам home, я пускаю. Книга Людмилы Максаковой «Мое горькое-горькое счастье» с личным автографом актрисы будет храниться в фонде Национальной библиотеки Республики Бурятия. Стиль, ведущий салон красоты секрет, улица Жуковского, 7, телефон 575-575. Имидж ведущий – салон одежды «Лав Репаблик», торговый центр «Пионер», улица Корабельная, 32, телефон 20 00 47.